Сегодня поговорим про состав слова. Каждое слово состоит из частей. Самая главная часть слова – это корень. Значок обозначения корня – дуга. Перед корнем пишется приставка. Бывают слова и без приставок. После корня пишется суффикс. Бывают слова и без суффикса. Окончание и основа слова. Корень – это общая часть однокоренных слов, в которой передается их основное значение. Корень в однокоренных словах пишется одинаково. Холод, холодный, холодить, холодильник, веселье, веселый, веселиться. Окончание – это изменяемая часть слова, которая служит для связи слов-предложений. Береза, под березой, на березе. Учу, учит, учишь. Трудный, трудная, трудного. Приставка – это значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Например, ходить, переходить, уходить, смотреть, посмотреть, рассмотреть, ехать, доехать, приехать. Суффикс – это значимая часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов. Основа слова – это часть слова без окончания. Здесь важно помнить, что у глаголов прошедшего времени суффикс «ль» в основу не входит. Например, переходили. Основа слова будет «переходи». Суффикс «ль» в основу не входит. Рассмотрели. Основа слова будет «рассмотре». Суффикс «ль» у глаголов прошедшего времени в основу не входит. Итак, подведём итог. Каждое слово имеет свои части. Для чего это нужно знать? Для того, чтобы правильно выбрать букву в написании приставки, корня, суффикса, окончании. Так как для каждой части слова есть свои правила написания. В корне одно правило, у приставок другое правило, суффиксов также и окончаний тоже. Поэтому, чтобы правильно писать слова, нужно знать, из каких частей состоит слово.